По главным улицам с оркестрами лучшие музыкальные коллективы из разных городов России Нижнего Новгорода, Чебоксар, Богородска, Екатеринбурга, Казани, а также из Казахстана и Турции продемонстрировали свое мастерство. Всего 500 музыкантов прошлись по улицам Казани и выступили в Кремле. В числе участников был и муниципальный духовой оркестр из столицы Чувашии. Как принимали музыкантов столицы соседней республики и кто покорил сердца публики, смотрите в нашем репортаже. Три километра. Столько предстояло пройти каждому оркестру вдоль улицы Баумана. Мы приехали в Казань для того, чтобы представлять Чувашию и конкретно Чебоксары. У нас это все достаточно ярко, красочно. Народ, ну и показать свое музыкальное искусство. Каждый оркестр играл свой марш, а у стен Кремля был концерт. По словам музыкантов, каждый коллектив к этому фестивалю готовится и планирует свой гастрольный график, чтобы обязательно попасть сюда. Фестиваль – это не только концертные выступления, но и новые знакомства. Очень много друзей-музыкантов в разных коллективах, потому что здесь и военные, и гражданские оркестры. И где-то играют наши земляки, с кем-то мы учились вместе, с кем-то просто дружим, с кем-то познакомились уже на фестивалях в Казани. На фоне мужских военных оркестров выгодно выделялись молодые девушки в коротеньких белоснежных костюмах, четко отбивающие ритм. Нижегородский ансамбль барабанщиц и мажореток впервые принял участие в фестивале «Фанфары Казани». Но девушки уже стали любимицами публики. Душа поет, ноги работают. Замечательно. Я в восторге. Мне оркестры все понравились, судя по вчерашнему выступлению. Но мне очень нравятся из Нижнего Новгорода девочки. Уж очень красавица, барабанщица. Одни из самых активных участников фестиваля – женский джаз «Оркестр Фантазии», а также оркестр детской музыкальной школы номер 13 и барабанщики «Кадеты». Второй раз в фестивале участвовал самый старый оркестр в мире – «Мехтер» – Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки. Первые упоминания об ансамблю встречаются в старинных фолиантах эпохи Османской империи. Это очень красивый город, красивый фестиваль, и мы смеем надеяться, что оркестр «Мехтер» добавил красок к этому фестивалю. На Пушечном дворе Казанского Кремля муниципальный оркестр «Чебоксар» дал отдельный концерт. Я любительница джаза, мне много-много лет, и я до сих пор еще прыгаю, еще стучу, отбиваю ритм. Мне все это очень нравится. Вот этот изумительный оркестр «Чебоксарский». Духовые оркестры у многих ассоциируются только с военными маршами и выступлениями на торжествах. Но на фестивале многие коллективы показали, что они могут больше. Наряду с традиционным репертуаром оркестры играли Битлз или Джеймса Брауна. Ребята молодцы, очень красивая музыка. Музыка узнаваемая, то есть подпеваемым. Ну, все прикольно, все классно, нам очень нравится. Чебоксарский муниципальный оркестр на концерте играл музыку из кинофильмов. От миссии «Невыполнимо» до «Кавказской пленницы», чем вызвал бурю эмоций и нескончаемые аплодисменты. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Рана Гавилян, Республика.